Дорога-дорога Мы остановились пропустить с моста машины, а троллейбус поехал все равно прямо. Поехал, по нам и стали гудеть. Еще даже он нас не задел, когда стали гудеть. Но он все равно нас даже не слышал. Так пока уже его мы не приперли, что ему уже ехать было невозможно, он так и не остановился. Головная боль для сотрудников ГИБДД. В Ярославле прошел рейд по так называемым обочечникам, водителям, которые предпочитают объезжать пробки по обочинам дорог. В городе ежегодно сотнями штрафуют тех, кто считает себя умнее остального дорожного потока. Сюжет Александра Лисицына. Если в кино это делают герои, то в жизни нарушителей. Пробки некоторые ярославские водители стараются объехать не по правилам. Перекресток на выезде из Ярославля. По обочине застенчиво едет несколько машин. В основном недорожники и авто бизнес-класса. Путь им преграждает полосатый жезл инспектора. А куда вы спешите? Куда вы спешите? Ну, очень надо человеку спешить. Я понимаю, что вы все торопитесь. Давайте документы. А вы сейчас агент? Да. Вот от таких супергероев страдает все движение. Автомобилистам приходится выпускать и впускать обочечников в дорожный поток. Получается своеобразное горлышко бутылки. И так еле ползущая пробка почти останавливается. За полчаса работы инспекторы вручают около десятка штрафов. В соответствии с правом дорожного движения, движение по обочине транспортных средств запрещено. За данное нарушение у нас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей. Так называемые обочечники нередко становятся причиной ДТП. Иногда из-за них страдают и пешеходы. В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге внедорожник, минуя пробку по тротуару, сбил четверых горожан. Двоих из них госпитализировали. Ярославские же сотрудники ГИБДД планируют усилить контроль за подобными нарушителями. Александр Лисицын, Юрий Кораблев. День в событиях. Разбил стекло, проник внутрь и похитил дорогостоящую технику. За Волгой задержан вордомушник. Накануне в полицию по подозрению в краже оказался 29-летний мужчина. Как сообщает в областном ОМВД, задержанный залез в один из частных домов по улице Опекушина и вынес электрогитару, планшет, ноутбук и инструменты. Все похищенное погрузил в автомобиль и уже собирался сделать ноги, но не успел. Незваного гостя вовремя заметил хозяин. Он и сообщил в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело и решается вопрос об аресте подсудимого. Сюда приехал, по его словам, специально для совершения квартирных краж, потому что другого источника дохода у него нет. Освободился буквально в январе 2014 года. Соответственно, ранее судим за аналогичные преступления. И напоследок об аварии со счастливым концом. Сегодня утром корреспонденты нашего телеканала стали очевидцами ужасной картины. Ласкающаяся такса внезапно выбежала на дорогу, где оказалась под колесами газели. Чтобы спасти животное, пришлось остановить рабочий процесс. Собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей была оказана первая помощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Пес чувствует себя уже гораздо лучше. Песа зовут Бруклин, как мы потом уже поняли. Ну, в общем, у него двойной перелом передней конечности. В одной кости трещинка, во второй она раскрошилась. То есть очень серьезная трещина, но без смещения, слава богу.